Помидоры являются очень капризным растением и для избежания болезней для получения хорошего урожая обязательно нужно давать томатам натуральные удобрения. Рекомендуем использовать подкормки через две недели после высадки. Далее удобряем каждые 14 дней до середины июля. В ведре воды разбавляем 4 капли йода и поливаем по 2 литра на каждый куст. Йод защищает от фитофтороза и обеспечивает быстрый рост томатов. Также в ведре воды можем разбавить 1 стакан золы и полить растения. Удобрения из хлебных дрожжей готовим несколькими способами. В трехлитровой банке с водой замачиваем кусочки ржаного хлеба, настаиваем 3-5 дней. Готовый настой процеживаем и для полива разбавляем 1 литр в ведре воды. Для молодого куста достаточно 500 мл раствора, для взрослого 2 литра. Другой способ приготовления в ведре воды разбавляем 100 граммов дрожжей и поливаем растения. Крапива – источник калия и железа. Нарываем крапиву и замачиваем в воде на 10 дней. Для полива растворяем в ведре воды 1 литр готовой подкормки. Удобрения из крапивы используйте не чаще 1 раза в месяц. Также древесная зола считается незаменимым источником фосфора и калия. Для приготовления подкорма 1 ст. л. золы размешиваем в 2 литрах воды и даем настояться сутки. Перед поливом процеживаем настои через марлю.